Как избавиться от варикоза, ребята? Абсолютно важнейшее видео и полезнейший материал, прошу вас смотрите до конца, запоминайте и ставьте пальцы наверх. Много очень вопросов прилетает из инстаграма прозника. Что можно с варикозом? Как избавляться? От чего это проблема? Давайте разберемся с несколькими фундаментальными причинами. У нас с вами есть варикоз разных стадий. Первая. Вторая, вы видите, по увеличению и по сути, по атрофии и ургентности хирургического вмешательства. Конечно же, есть ситуации, в которых нет возможности дальше решать эту проблему, как только хирургическое вмешательство, потому что это угрожает жизни. И я очень хочу, чтобы вы понимали, откуда в принципе проблема варикоза начинает потихонечку зреть. И вы, если адресуете этот вопрос, то вы сможете по-хорошему вообще в принципе избавиться от варикоза, если только у вас не крайняя стадия и обернуть его вспять. Запомните, ситуация с тем, что это от мамы наследственная. Нет. В первую очередь вы должны смотреть на здоровье печени. Представьте себе, что ваша печень это фильтр, который стоит у истоков проблемы варикоза. Ну, потому что это так и есть. Потому что у вас, ребята, когда мы смотрим на то, как работает венозная кровяная система, если регулярно мерить давление, представьте себе, что человек, у которого варикоз, у него печень не в самом лучшем состоянии. Печень не может принять всю кровь, которая возвращается венозным кровотоком обратно к печени. После того, как она отработала, отдала кислород, да, все питательные элементы, кровь возвращается обратно. Возврат кровотока идет через ноги. Венозная кровь поднимается назад, обратно к печени. И получается ситуация такая. Если печень у нас с вами, ребята, в плачевном состоянии, то она не может принять весь обратно кровоток венозный. И создается обратное давление, которое и по итогу приводит к выдавливанию просто ваших вен и к образованию варикоза. То есть все это начинается с паучьих веночек, потом дальше более ярко выраженные, хуже, хуже и хуже. Потому что у человека запущенный метаболический синдром, запущенная жревшая печень, она не может принять весь кровоток. Вместе с этим, когда, и опять же, я, ребята, полагаюсь не просто на свое мнение, я вижу, исследую, постоянно анализы крови провожу людей, которые к нам приходят в марафон. И опять же, если у вас тема здоровья супер актуальна, ребята, под видео в YouTube и в Instagram, в story, инструкции, как нам присоединиться на грядущий сезон 17 сентября. Или всегда смотрите, если это видео вышло там год назад или два назад, всегда смотрите самое свежее видео в YouTube с инструкциями, как нам присоединиться на самый свежий и актуальный сезон лучшего зрительного курса на Земле, который называется ПГ-марафон, где я уже лично консультирую и помогаю людям здоровье свое восстанавливать. Так вот, фишка в том, что анализы крови я исследую, я вижу, в каком состоянии обычно люди с варикозом, и это вот основная, скажем, да, такая вот гнилая жила, которая проходит у всех. Никакое компрессионное белье не помогает, никакие там массажи, там еще там какие-то истории с, значит, антиварикозными кремами, это все чепуха. Все стартует, ребята, да, и мы видим там давление, например, да, начинает повышаться потихонечку, печень жиреет, кровь венозная не возвращается, появляются веночки паучьи, и дальше, девчонки, там, крем против варикозы или там еще какая-то там процедура. И дальше оно начинает очень активно прогрессировать, потому что обычно, когда у человека метаболический синдром, значит, то в этом смысле отсутствует культура питания. Тогда страдает, знаете кто, наш замечательный кишечник, и когда у вас страдает кишечник из-за того, что присутствует много глютена, много лактозы, то когда кишечник страдает, мы начинаем хуже усваивать один из главных при варикозе витаминов живой водорастворимый витамин С нужен. Потому что он категорически важен для здоровья, это называется внутренняя эпитолиальная стенка сосудов, вен, артерий, капилляров, и когда С, а он, поверьте, не усваивается у тех, у кого метаболический синдром, те, кто ест, пьет, ну, домашнюю кухню, я об этом делал недавно видео о инсулиновой резистентности, посмотрите, как с этим бороться. И вот если ты очищаешь свой рацион, если ты убираешь большое количество углеводов лишних, если ты уходишь от метаболического синдрома, если у тебя начинает нормально работать кишечник, а кишечник как нормально работает, это мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, то есть простейшие продукты. Мясо, салатик, как источник живого С, болгарские перчики или паприки, может быть замечательным источником ягоды. С категорически нужен для здоровья, вен, артерий, сосудов, пить 2,5 литра воды обязательно, чтобы разжижать. Жир рыбий можно там грамм 8, я всегда говорю, берите жидкие, это экономически целесообразнее, там 3,25 столовых ложки, там от 3 до 5 раз в неделю. Если сильная история с давлением и с уже варикозом, то хлорофилл можно брать до еды. И получается, пьете, разжижаете хлорофиллом, рыбьим жиром, убираете мусор, кишечник лучше работает, вы усваиваете С, восстанавливается, значит, история с всей кардиоваскулярной системой. Мало того, вы начинаете брать расторопшую пятнистую утром полграмма, там хотя бы полгода и едите там после 3-4, чтобы печень быстрее очищалась. И вот так вы по-настоящему сможете побороть варикоз. Вместе с этим, естественно, идет обычно у женщин эстрогеновая доминация, которая еще ускоряет дальше вместе с, я недавно тоже делал видео о целлюлите, посмотрите, ускоряет атрофию и просто вот по накатанной катится там атрофия, идет вместе целлюлит, вместе лишние килограммы, вместе варикоз. И все, ну и она тратит кучу денег на процедуры мужчинам обычно там в виде отеков это все сказывается. И тоже варикозы большие проблемы, тоже из-за, опять же, печени, веса и прочих моментов. И вот только так можно адресовать эту проблему, ребята. Основываясь на опыте работы с тысячами людей за все эти годы в рамках нашего ПГ-марафона, это помогает, это действительно спасает, впоследствии это спасает от инсультов, потому что если кровь не к черту, то тогда риск инсульта высочайший, риск инфаркта высочайший. Суммарно качество жизни падает, потому что композиция крови ужасная, качество крови и свойства крови несущие и кислородные очень низкие. Поэтому прошу вас, действуйте, это и деменцию профилактику делать, потому что ваш мозг нуждается в кислороде. Если кровь как кисель, движение крови ужасное, застой постоянный, то мозг и гипоксиев постоянно находится, поэтому все абсолютно в ваших руках. Родные мои, пожалуйста, пальцы наверх подписывайтесь. Прошу вас под видео YouTube инструкции, как нам присоединиться к ПГ-марафону на свежайший и ближайший сезон. И в Instagram прямо сейчас в сторе инструкции, как к нам присоединиться. Если у вас нет возможности это сделать, пожалуйста, действуйте, смотрите, инвестируйте в моих роликах коротких. Вся информация, инструкции, как быть здоровым, как инвестировать, как побеждать. И самое главное, как всегда, боль дисциплины или боль сожаления, ребята. Потому что все здоровье стартует от дисциплины и от принятия правильных решений. Спасибо.